Не отвлекаю? Да? Да, нам бы как-то заранее бы написали, а то я тут бывает в другом месте что-то делаю. Так, добрый день! Добрый! Господи Богослови! Я сейчас слушал Ваши видео о том, как Кураев о Вас рассказывал, да? То, что лучший миссионер, то есть выдающийся самый, ну и так далее. Знаете, да, это все? Ну да, это он где-то выступал, то ли в университете или где, но что интересно, там был, видимо, человек, и он начал искать, вышел на меня, и мы познакомились, он выписал все книги 38, а он преподаватель Красноярского университета и Красноярской академии преподает и ведет в Метрополии курсы каких-то зацелек. Кто-кто? Юрий Соболев. А, все понятно. Ну и вот вышел на меня, и мы так подружились, как будто бы с детства с ним дружили. Такой прекрасный человек. Ну, я вообще позвонил, я смотрю вот сейчас вот это ваше выступление, да, и некоторые моменты хочу уточнить. Просто с одной стороны у Вас такой яркий прям огонь, да, горит. Вы горите, это видно, это сразу видно, заметно, да. А с другой стороны есть некоторые нестыковки, которые хочу вот лично прояснить. Даже вопросы вот выписал некоторые. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет, Вы не против? А я видел уже себя, я видел. Но Вы мне это, скажите, не против? Нет, не против. А, это как... Дальше слушаю. Иначе разговор окончен будет сразу. Потому что мы открыто все делаем. Ну, хорошо, давай, истыковки. Так, значит, первое, Вы говорите, что вот православие, значит, уклонилось все это. Сейчас крещения даже нет нормального. Там три, ну, три пункта надо. Ну, не окончение сейчас. А когда вот это уклонение произошло? Почему я должен считать себя, что я делаю неправильно? Я же как священник. А почему, если Вы православный, то вопросов нету? Нет, подождите. То есть, патриархия, русская православная церковь, она делает все правильно или неправильно? Трудно найти, где правильно. Ну, где? Петр Мещеринов. Игумен Петр Мещеринов, знаете? Нет, нет. Он настоятель какого-то Данилова монастыря, председателю всероссийской молодежи, там, ну, такие посты. И он написал о некоторых недостатках в нашей церкви-то. А я написал о некоторых недостатках, которые ты посмел сказать. Добавить надо слова некоторые. Я ничего не придумываю, как Андрей Кураев говорит. Игнатий, он вообще ничего не придумывает. Он поднял целые пласты, которые мы забыли. Я не хочу вас ни в чем обвинять, там, или сомневаться, там, все. Вы устойчиво, твердо все говорите и правильно, и больше меня знаете. Поэтому, и мне просто хочется, где критерий, то, что я вот, например, делаю свое дело, как священник. Я могу вам расписать день, и вы говорите, вот, должен, значит, трудиться своими руками. Они все денег просят. Я, например, деньги ни у кого ничего не прошу. Но и своими руками не тружусь, потому что целый день у меня уходит на людей. Я тоже как миссионер. Я не закрываюсь в комнате, не лежу там, все. Первый мой святой, который меня зажег тоже на... В Истанске. Я даже хотел, как он быть. Ну, понял, что... Позвонили, позвонили мне, позвонили, я отключил. Вот. И сейчас я вот так живу. Я много не знаю, конечно, как вы вот это... И лентяй, и так далее, да. Но когда я общаюсь с людьми, у меня тоже огонь. И прям я про все забываю. Вот. Почему я должен про себя думать, что я как-то вот... Я крестился полным погружением тоже. Но уверовал вот так вот тоже... Уже ближе к армии, там, 18 лет мне было. Вот. Почему я должен... Ну, я думаю, знаете, я сейчас сразу скажу, что... Вы не можете вот это судить как бы вот так вот всех. Или как? Или вы не судите? Или я неправильно вас понял? Я просто констатирую факты. Вот, а канон говорит, а вот его выполнение. Выполнения нет. Написано, полное погружение. Я материал собирал 40 лет. Не 40 дней, 40 лет. Всех святых отцов. Что кто говорил? Никто нигде не говорил, что погружать не надо. Если не погружает, он должен быть извержен. Хорошо. Насчет канонов. Давайте к канонам приведем. Да, 50 правило апостольское. Вот тоже у меня вопрос есть насчет канонов. Смотрите, я посмотрел еще ваше видео и меня натолкнуло. Ну, чтобы было понятно, я... Вы, конечно, скажете, это все чушь, там ерунда. Но я учусь сейчас, я выучился на педагогическом. Конечно, там это образование само по себе ничего не дает. Это сам должен образовываться, да? Вот. Но выучился на педагогическом. И сейчас магистратуру психологию прохожу. Христианская психология. Питерский институт, если знаете. Российская христианская гуманитарная академия. Вот. И всегда вот таких людей неординарных, да, так скажем. Я их слушаю и не оценочную делаю, значит, не оценки ставлю, а именно как пчела летаю и что-то собираю вот с этого. Вот. И, значит, нашел такой момент. Вы не очень лестно отзываетесь о Марии Египетской, о почитании ее, что каждый пост ее шутей читает. Правильно это я понимаю? Правильно. Давайте поддельно. По Марии Египетской давайте говорим. Так что в ее жизни было евангельское? Назовите хоть один день. Давайте я сдалека начну. Давайте, значит, другие вопросы не подойдут. Понятно, она не жила ни одного дня по-евангельски. Стоп, 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 стоп. Дайте я скажу, раз мы начали. Я скажу вам, что у нее по-евангельски. Вы задали вопрос, как вы любите это. Задали вопрос, надо послушать. Вот. Значит, Иоанн Креститель вышел к народу. Какие первые его слова были? Покайтесь. Господь вышел к народу. Какие первые слова? Покайтесь. А почему вы говорите, что она ничего не сделала по-евангельски? Нет ничего. Покайтесь. А дальше, говорит, даже бесноватого Господь исцелил, когда и говорит, иди, расскажи домашним, что сделал. Она принесла плоды покаяния. Принесите плоды покаяния. Не надо придумывать плоды. Плода евангельских нет. Если живой христианин, он должен идти проповедовать. Сразу же. Как только уверовал, в этот же день начали благовествовать. Хорошо. Насчет проповеди. Вот сейчас ее житие читается во всех храмах православной церкви. Это не проповедь. Это пример покаяния. Это убийство. 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 Живой мысли. Почему убийство? Смотрите. На фухоле 2 миллиарда мусульман. Могли быть православными все. От Египта. От пустыни. Андрей Кураев говорит, проехал туда. Кроме враждебных взглядов никого нет. Где места Вселенский собор, но ничего нет православного. Давайте не перебегать с этого. Не перебегать. Я очень хорошо логически мыслю. И поэтому перебегать я не хочу. Смотрите. Мария Магдалина когда жила? В каком веке? В третьем веке. В третьем? Вы хорошо уверены? Я советую пересмотреть еще раз. Хорошо. Смотрите. Я суть говорю. Я суть говорю. Сейчас многие люди смотрят вот это. И я в том числе один из них. Я тоже, как сказать, грешный человек, так скажем. И я до сих пор читаю ее, я со слезами читаю. Это не проповедь Марии Египетской к покаянию? Покаяния никогда к проповеди не было. Это первый вздох ребенка, когда из утробы матери выходит. Еще бы этим интересно. Вот если она... Нет. Ладно. Что такое покаяние? Что такое покаяние? Признание себя грешником и раскаяться. Все. На покаяние требуется много ли? Спрашивали. Сколько? Минимум 20 минут. Переводится. Переводится как? Переводится. Метановия. Это обращение. Повернуться в другую сторону. Изменение ума. Как везде переводят. Ну она изменила ум свой. В одном месте только. Перестала блудить. А не она. Причем здесь она. Тысяча людей изменяет. Я в том числе. Скажите, если в 3 веке это 1700 лет и ни одного подражателя нету, что тут доказывают-то? А при чем здесь подражатель? Покаяние, оно не жизни, смотрите, ладно, хорошо, закончим этот вопрос, давайте насчет закона. Нет, сначала скажите, не надо дальше, сначала с ней, 1600 лет и ни одного подражателя, Ян Златоус говорит так, почитание святого, это подражание ему, какое почитание, когда ни одного подражателя нет, это мертвая зона. Почему нету? Я подражаю ей. Ну и сколько вы, где вы подражаете? Вы 37 дней еще отдельно не были, она 37 лет. Я подражаю в покаянии ей. В покаянии нельзя подражать, оно у всех одинаковое, прости, в грудь ударил, будь милостей ко мне грешному, уже покаялся, все. Нет, и вот мы вышли на тот момент, который мне тоже непонятен, в ваших этих, и я точно знаю, что, почему вас многие не понимают, и православная церковь вас не понимает. Знаете почему? Это как я друг говорю, как друг, не как враг, не как обличитель, вот как друг, просто я выяснил. Не во свете Евангелия, потому что рассматривают, а по привычке, к чему привыкли, вот и весь ответ. Нет, а можно я скажу? Я видел ваш ролик с свидетелями Иеговы, когда он тоже не слушал, и вы просто замолчали. Ну, сейчас вы на месте свидетеля Иеговы, я хочу сказать, вы меня не слушали. Один вопрос коснулись, давайте до конца добьем Марии Египетской, зачем дальше идти-то? Я говорю, подражателей ей не было за 1600 лет, по вашим меркам, а ни одного не было, 47 лет. Хорошо, вот этот вопрос в другой ключ я хочу повернуть. Что такое подражание? По вашему пониманию, подражание это точное исполнение, ну как старообрядцы говорят, что это точное исполнение. Вот насчет закона, вы говорите, что 413 правил мы не исполняем. Да. 413 правил, да. И ваша вера это исполнение правил или что-то другое? А эти правила не надо думать, они в тебе уже заложены, потому что они Дух Святой побуждал. Шестой Вселенский Собор, второе правило, сие изрекли трубы Духа Святого. Все. И мне учить не надо. Почему? Потому что закон совести написан. Закон написан для грешников. Что сие из них? Закон для грешников написан. Мне не надо говорить, не надо материться. Я не думал, он терпение сказал. Почему? Внутри совести написано. Мне не надо говорить. Да, да, да. Вы тоже не выслушиваете. Я вопрос забить. Закон в чем заключается? Уверовал человек, иди и благовествуй, что с тобой Бог сотворил. Это бесноватого Бог исцелил. И он, я с тобой пойду, иди и благовествуй домой. А он не пошел домой, а пошел по городу. Бесноватый. А тут? Хорошо. Когда она крещение приняла? В какой момент? Не показано. Сама себя крестила в Иордане? Это все закон. Смотрите. Господь, когда блудница к нему к ногам припала, и ее хотели побить камнями, он что ей сказал? Иди и впредь не греши. Он ее не сказал, исполняй закон. Он сказал, прейдь не греши. Вот и все исполнение закона. Вы еще по одному месту решаете это. Как по одному? Восемь мест. В одном Евангелии от Иоанна написано, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Восемь раз. Заповеди. А заповедь какая? Хорошо. Какая заповедь? Самая большая. Заповеди. Во множественном счастливе. Все заповеди. Все блаженства. Нет, когда пришел к нему вот этот законник и сказал, какая наибольшая заповедь? Какие он сказал? Одна заповедь. Наибольшая возлюбит Господа Бога Творца Твоего. Всем умом, всей крепостью, всем разумением. Значит, если я исполняю эту заповедь и ближнего своего, как самого себя, то получается в этом весь закон и пророки. А теперь расшифровку сделайте. Почему 10 заповедей? Первый – это 4 заповедей. Первый вкладывается, остальные 6 в одной. А когда каждый раз нужно избирать, то в каждой, которая в 10 слове, еще 60 заложено. Ну, вот этот путь – это для сильных. А вы хотите, чтобы все поступали вот так по силе. А вот мы, православные пастыри, мы понимаем то, почему Иоанн Конштадтский причащал 5000 человек. Он не спрашивал там, исполняешь ты заповедей. А сегодня где это делается? Как анонизированный, Серапим Щищагин и говорит, если только на небе он, Иоанн Конштадтский, сколько слез он за нас пролил, что дал соблазн, общий исповед, по 20 тысяч причащал. Куда пришли? На грани революции стояли. Это причащение что дало? Наглость. Вот в этом я и не хочу, как бы, вас ни в чем обвинять, опять же, но вот это вот отрицание, например, Сергея Радонежского, то, что он там благословил на войну, это неправильно все двух монахов. А что, правильно? Канон гласит, если они заново одели эту форму, да будут извержены. Вот ваша слабость в этом и есть. Вот как вас это придумали. Слабости нет. Это повеление Божие. А вот у меня сила, у вас слабость. Знаете почему? Потому что требовать надо с себя, а не с других людей. А вы хотите с других людей требовать. И ваша община вся, это требование внешнее. А хотят ли они это исполнять? Мы должны сами захотеть. И вот мы православные христиане, пасторы, ну я, по крайней мере, других не отвечаю. Я понимаю, что все надо исполнять. Все заповеди, все каноны. Я это прекрасно понимаю. Но у людей нету сил. Слушайте, не, послушайте, я же не пью. Подождите. Не надо говорить, то есть все позволено. Вы погибнете. Златоуз говорит, недостойно причащающийся. Кто причащает, гибнет и кого причащает. Кого вы причащаете? На вторую букву, это женщин, это половина. В чем достоинство причастия? Жизнь не дает, говорит. Кто не будет есть и пить, не будет иметь в себе жизни. То есть будет оправдывать всякую. Я достойно, как могу достойно приготовиться к причастию? Для этого установили церковь. Определенные каноны считаются. Священник проверяет. На исповедь. А сейчас исповедь отменять начинают. В каком году каноны были изобретены? Не изобретены, апостольское правило. С апостольских. И заканчивается в 787 годах. В русской церкви были каноны, поставленные уже в таком виде, как сейчас. Это в 19 веке. По истории, если вы изучали. Это Петру Первого. Началось это с Петра Первого. Потому что он начал секуляризацию церкви. Это еще далеко до 1943 года, когда вы говорите, что собрались там патриарх и будущий патриарх Сергий. Это далеко до этого началось обмерщение. Обмерщение. Да. Да. А почему? Это то, что каноны в других церквях, еще есть 14 православных церквей, их нету там, этих канонов. Это пример для нас. Стоп. Но они тоже причащаются. Значит, они все... Пусть он не исполняет, а я при чем здесь? Пусть он не исполняет, а я буду исполнять. Я православный. Вот вы исполняете, а почему вы навязываете и говорите, что мы все неправы? Так нельзя тоже. А я не навязываю, хоть вы вообще будьте неверующие. Я к вам даже не подходил бы. Вы говорите... Я даже знать не знал. Я только сказал, правила даны, их надо выполнять. Или отбросьте и скажите, мы не православные, баптисты стали или кто? Правила даны для сильных. Хорошо. А где вы нашли такое написано для сильных? Кто вам позволил безобразие сейчас с канонами так? Скажите, женщина сделала аборт. Женщина вам пришла и говорит, сделала аборт. Что вы, ей 40 поклонов назначили? А куда правило Василия Великого II, 10 лет от ученых? Вы понимаете, сумасшедшие попы совершенно. Взяли все, отбросили. Народ не сильный. Да вы его таким сделали. Я сумасшедший поп. Смотрите, видите, вот это ваше обличение. Я сумасшедший поп. Ко мне приходят... Все, которые каноны нарушают. Это совершенно ненормальные люди. Я нарушаю каноны. Я не знаю каноны. Я всех... Только грызут только и все. Без всяких канонов. Я никого не грызу. Я никого не осуждаю. Головина кто грызет? Дворкина? Головина? Неправильно. Я не... Я не... Новопашин? Нет. Опять не отвлекаться. Вот я безумный поп, который канонов не знаю. Ко мне приходят на исполнитель. Вы оправдываете. Него тоже не знаешь. Не знаешь один вопрос. Другой вы оправдываете. Народ бессильный. Кто вам позволил вот это так принижать планку до грязи? Позволило мне мое общение с народом. Ну все. Я же не... Какой человек? А приход у меня нормальный. Одна. А сегодня в патриархии 12 причин развода. Хуже, чем у мусульман сделали. Смотрите. Мне вообще без разницы, какие причины там и что. Смотрите. Я действую по духу. Вы же действуете по духу? Вот у вас такой дух. По духу Божию. А не по духу, которая от брюха. Дух Божий – это любовь. Любовь – Бог. А те, которые были... Их полторы тысячи на соборах было епископов. Это не любовь. А вы – любовь. Вы куда гоните-то все? Если бы у нас было время такое, которое было в первые века, то мы бы соблюдали все каноны. Да ничего бы не соблюдали. Вы бы все неверующие были. А то сегодня много разрешают. Там казнь была каждую минуту. Я бы... Это сейчас... Это сейчас гипотетический разговор, он неинтересен. Смотрите. Я вот плохой поп. Безумный. Сейчас не перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте. Ко мне приходят на исповедь. И я очень... От исповеди не бегу. Мне главное докопаться до сути, чтобы человек осознал суть греха. Понимаете? Суть своего греха. И я поэтому и в психологию пошел, потому что я хочу очень серьезно и твердо и честно, честно быть священником. Не просто вот пойти... Все, кайтесь в грехах. Все, идите. Нет. Я хочу докопаться. И многие буквально через одного в слезах уходят с этой исповеди. Потому что они осознают. И я счастлив. Я рад. Я счастлив, потому что человек... Может быть, я не знаю точно, я за ним не буду ходить потом. Но может быть, Бог его коснется сердцем. Это лукавый раб называется. Лукавый раб. А я его осознал, осознал. Идут опять те же самые аборты. Те же самые власть, воск, вернословия. Посмотрите на пасху свою, прокаженные люди. Я-то вижу, что человек... Я не смотрю на будущее, как он будет себя вести. Потому что Господь сказал, сейте семя, и все. Дальше не смотрите, не ваше дело. Взойдет, не взойдет, это не от вас зависит. Так вы не сеете. Почему? Наоборот, глушите. Вы не сеете. Я сею. Из тысячи ни один не слышал. Какие вы пастыри? Не знаете, что я делаю. Почему, говорите, вы? Вы же не знаете, что я делаю. Нет, я говорю не вы, я не вам говорю, священство имею в виду. Я вас не знаю. Нет, надо не конкретно всем священству говорить. Я знаю, что такое происходит, да. Почему полное погружение не крестит? Ответьте один вопрос сегодня. Почему? 98%... Патриарх, смотрите, Патриарх постановил, и это дошло до нас, до всех, до священников, что если нет у вас полного погружения, то есть нету баптистерии, вот это вот, значит, бассейна, значит, крестить надо в других церквях, где есть бассейн. Это уже указ. Кто сказал? Это указ. Указ. Я вам могу указать. Это Алексей Второй в церковных ведомостях. Это я опубликовал. Ты никто не знал его. Патриарх постановил, недавно сказал, я священник недавно, 5 лет. И это не обговаривается. Все. У меня нету баптистерии. Крестим, значит... Он говорит, 98% священников меня как не слышали, будто продолжают мочить головы. Это самая настоящая симония. Деньги берут, говорит, симония. Я вам покажу материал. Патриарх Крестей Второй, Ридигер. У меня бесплатно. Крещение бесплатно у меня. Вы понимаете, вы излукавились до невозможности. Вы делаете неправильно. Вам поколение нужно. Я вот сейчас... Люди понимают, что грешите. Я не могу до вас добиться, что вы грешите и портите. Дело Господнее крестить. Крещение. А написано в 48.10 Иеремии. Проклят. Дело Господнее делает небрежно. Не научили. Не покрестили. Да еще деньги взяли. Три условия. Все нарушены. Еще одно постановление Патриарха. Это минимум две беседы с человеком нужно провести. Минимум. Минимум. Это минимум. Да. Мы проводим по 8 бесед. По 8 бесед. И в эти беседы включаются посещение храма, как оглашенные. Потом изучение вот этих всех текстов и так далее. И сейчас все учим мы. Это дошли до этого. В 90-х не учили, да. Вы не журите по 90-м годам. Но, конечно, мы не можем каждого священника контролировать. Это по совести. А что? Думаете, только в священстве? Нашел у кого совесть искать. Апостол Павел говорит, лютые волки, нещадящие стадо. Без копейки нигде никого не делают. Придумали сейчас добровольно пожертвование 5000 рублей. Добровольно никто не определяет. Лукавые. Почему я все говорю? Потому что я вижу, как вы все правильно делаете. Но, пожалуйста, вот просто... Это внешнее. Если мы делаем, постятся, это такое внешнее. Мы проповедуем внешнее. А вы внутренние такие, духовные. Что это ваша духота. Не позволяйте еще делать. Зато вы внутри святые. Это изнутри идет. От избытка святого лета. По штампам, пожалуйста, меня не надо пробегать. Давайте я вам скажу, как я проповедую пост. Я знаю, что вы делаете, сказать. Я уже услышал. Делайте правильно. Ну, вы дальше-то смотрите с народом. Две беседы. У нас подготовительно 500 часов. А сколько у вас людей живет? Людей, ты отдельно делай. Хоть ни одного не будет, а ты делай. Ты за это не отвечаешь. Слушайте, если я буду сейчас так и делать, тогда церковь погиб. Через год. И мусульмане, и мусульмане через год все захватят, если как вы будете поступать. Неужели вы не понимаете это? Да, главное не захватить, захватиться. Кому не нужны эти мешки? Потому что никто в церковь нашу не придет. Вы слышите меня? Я слышу. Если поступать в нашу церковь, никто не придет. Да вы думаете только наполнение о свечках, о деньгах. Сейчас люди бессовестные, лукавые, и ничего не хотят делать. И мы еще будем вот этими правилами их пичкать. Вы что? Вы что говорите? Ничего себе. Апологеты лжи. Апологеты развращения людей. Кто развращает людей? Развращает людей? Это первое, что плохие дают. Пить, плудить, вот кто развращает, а не мы. Мы учим любви людей. Вы что говорите? А какой любви? Какой? Какой любви? Деятельной, деятельной. Чтобы он нищему подал. Чтобы он подал в больницы. Слушайте, я занимаюсь. Хорошо, давайте еще. Я не хочу выходить из себя. Ну просто вот смотрите. Еще я подготовился. Я же не просто так вам позвонил. Я не люблю время тратить умных и серьезных людей просто так. Я думаю, что вы хорошим все говорите и скушаете просто. Какой я вам ответ дам? А вы не такой, вы лучше. А думай, дай-ка я ему скажу, что мы людей считаем слабыми, не выполнят. Я сразу сказал, что я как друг это задаю. Как друг, а не как враг. Смотрите, я сегодня был в... Я вообще занимаюсь милосердием. У нас здесь есть в епархии отдел милосердия. И я состою в этом отделе и тоже делаю дела милосердия. Вот сегодня я был в больнице. Туберкулезном диспансере детском. Там дети от восьми... Ну, сегодня в старшую группу. Есть маленькие вообще, младенцы там. А есть от восьми до шестнадцати там лет дети. Они лежат, они в закрытом помещении. К ним приходит один раз в неделю какой-то катехизатор. И все объясняет, все. И раз в месяц я их причащаю, ездию. Причащаю. Их тоже нельзя причащать. Не знаю, вы знаете. Вы за них отвечаете, не я. Стоп, 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 стоп. А что сразу... Два предложения, выслушайте. Я работаю в тюрьме восемнадцать лет. Заключенными. Распространяю литературу, евангелие, иконы, крестики там, все. И ни одного не крестил. Поп полупьяный пришел и в один день четыреста семьдесят крестил. Я слышал это, слышал, слышал. Давай количество. Они как были наркоманами, как были гомиками, такие все остались. Я говорю, зачем ты это выходил? Ну, ему главное в коридор выпереться, надедает камера. Он ничего не знает, это обманщики. Будут говорить, чтобы влечь за собою. Павел предсказал, 20 глава, 22 стих Диане Апостолов. Заметьте следующее. Когда, говорит, идите, посылаю как овец среди волков. А кто волки? Коммунисты, фашисты. Евреи там все. А когда попов собрал, лютые волки, бешеные волки. Так, это вы опять в сторону ушли. Смотрите. Это в первом веке было, это у нас не в Барнауле было. Я понял, я понял, что опять нам не дает вот это договориться. Я понял. Да, ну, понятно, что там дальше говорит. Вы ходите прекрасно. Но смотрите, кого прищищаете. Хотите, чтобы человек сразу изменился. Так не бывает. Не бывает. Не бывает. Три дня сам просидел уже апостол. А, я знаю Ставл. Я знаю разбойников там из жития святых, которые тоже сразу покаялись. Я знаю вас, которые тоже сразу перевернулся и вот стал проповедовать. Но не требуйте это от других. Неужели непонятно, а? Не могут люди, не такие сильные, а слабые. Павел говорит, я родил, это рождение. Оно не может продолжаться годами рождения. Может. Вы не священник. Вы не понимаете духовной жизни. Вы не понимаете насколько. Может, может. Это семя упало. И вы сами договорили в одном из интервью. Мы семья сеем. Чего вы себе сейчас противоречите? А оно потом взрастает. Ну я же их еще раз говорю. Видно, что у него ничего нету. Тернием заросло. Просто у вас все хорошо. Вот когда пока не приходит у вас разговор на священников. Вы ничего не можете сказать насчет этого. Потому что это все неправильно получается. Когда по Евангелию это все правильно. Обличение. Обличение вы делаете правильно. Я слушаю вас. И я умиляюсь. Потому что я люблю обличение. Когда меня обличают. Я хочу этого. Но дальше. Что вот мы что-то делаем неправильно. Вот это в корне я не согласен. Потому что вы не можете по закону нас судить. Бог это не закон. Он закон. Бог это беззаконие, да? Нет. Смотрите. Но если не закон, то беззаконие. Бог дал закон, а нам не закон. Вы тогда как враги божьи. Даже по-другому на вас называть надо. Цитата. Милость превозносится над судом. А у вас... Еще не надо. Главное, кадилом махнул. Все, в рай пошли все. Кого вы гоните-то? Сейчас. Слушайте. Сейчас такое время. Вы выйдите. Идите. Вы же ходили. Посмотрите. Люди хотят все слышать, да. Но нету таких горячих, как вы. Нету. Я так не смогу. Вы знаете, что пытался? Послушайте меня. Я посмотрел вас. Как вы в рулетку вот эту играли, да? У вас есть сила. Я попытался тоже. Но нету у меня такой силы. Но нету. Я тоже хочу это делать. Но не могу я еще. Чего? Это послушайте. Сидите. Мы не специально... Слушайте. Послушайте. Я договорю. Мы не специально делаем, нарушаем законы. Силы у нас нету. Вы вот это можете понять? Ну можете смелость. Ну не мешайте на дороге. Что ты как Тор, мы с пяти лет-то шли. Широкие лбы. Да нету ни у кого. Академия, ни одного человека не найдет. Библию не любите. Народ библии не имеет. Я люблю людей. Но я не про вас говорю. Это что вы цепляете? Я вообще знаю попов. И не меньше вашего знаю. По всей стране проехали не одевать. Когда я смотрю аборты, про аборты, я плачу, просто рыдаю. Я не могу это смотреть вообще. Скажите, почему не надевают на голову? Винцы не надевают, а сзади держат. Я одеваю. Я спрашиваю, почему? Объясните. И многие одевают. Не все не одевают. Многие одевают. Кто не одевает, это их проблемы. Я одеваю, например. Да что это за такие проблемы? Вы 3,18 языки или просчитайте. Если ты видел, что он нарушает и не предупредил его, Бог говорит, он погибнет. Но Иоанн, заищу кровь с твоей головы. Лукавый поп. Ну, в общем, это, я сказал свое мнение, я высказал, да? Теперь смотрите, еще один момент. Это не мнение, это потворство, не греху. Вот к нам приезжает митрополит. Новые у него семинаристы, девушки там эти, хористки. Ну, всех как попало одеты. Они еще не вошли в храм, уже у нас все одеты по форме и полностью соблюдают порядок. Это у вас, пускай так и будут. Что вы от нас хотите-то? Вы что, церковь что ли? Вы не церковь, поймите, вы не церковь. Мы все церковь, мы, я, вот эти люди, вот эти безбожники, хоть и крещеные, но безбожники. Вот еще церковь, хоть они и больные. А вы хотите, чтобы все святые были. Церковь это не святые. Так, я сейчас вам просчитаю одну минутку, подождите. Сейчас так потихо, мне надо перейти, я тут сверну. И сейчас я покажу. Минуточку. Я бы приехал к вам, я бы там тоже вот так бы выступал. Что вы говорите? Сейчас, смотрите. Надо любить судья. Сейчас я кое-что прочитаю. Вот смотрите. Внимательно слушайте. Кавычки открыты. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей и пророков, так и церкви своей в минуты чрезвычайные. Он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной церкви должностью и не всегда держится в служебных рамках. Как и всякое пророчество, оно есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивостью и ревностью о Боге и церкви Божией. Кавычки закрыты. Митрополит Сергий Строгородский. Так вы же его не признаете, что вы его в результате берете? Я говорил, что не признает дела его, когда на соглашение с властью идут. Я разделяю человека. Я вижу доброе даже, когда Ленин сказал, что самая неприятная личность для меня, наша радость от трудовых успехов. Я беру кое-что от Лютера, беру от Сперджина. Ну да, я тоже так же, я тоже так же. Пчела летает везде. Вот заметьте, никакой должности, ничего нет, а вы и ты не знаешь, меня Бог избрал на это. Я сказал, а вы не делайте, нас это не делает врагами. А вот смотрите, вы знаете, кто твой Митар Тарабич? Нет. Он в 1829 родился, в 1899 умер, сербский крестьянин. И он, пророчество, все сбылли, он говорит, в народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию, но вокруг него будет много лицемеров, поэтому ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать, но от того человека останутся мудрые книги. И все сказаны им слова, и позднее люди увидят, что обманывали себя. Мне сразу со всех сторон пошли, а вот вы просчитали, это о ком говорится? Я говорю, не знаю, да это о вас, говорит, говорится, я не знаю, я себе не приписываю это. Но сходится все, 11 пунктов и все до одного сходятся. А я в вас не сомневаюсь, вы что думаете, я сомневаюсь? Я люблю Господа, дорогой мой брат, но нельзя потворствовать, они не могут, знаю. Теперь, вы сказали, вот только пост начинается, бабки идут, батюшка, разреши не поститься. У вас просят не поститься, почему к моему брату, отцу Якиму, протеерею не приходят? Он 40 лет, и за 40 лет никто не подошел. Вот он, поехал там где-то в Дивееве, где знакомый, батюшка, и говорит, тут исповедуй, тут 150 человек примерно. Ты поисповедуй, он говорит, ну я буду по-своему. Так так и делай. Ну, давай. Я точно слышал, слышал, может. И осталось 10 человек, остальные пошли домой готовиться. Брит их прищищать не буду, пока борда нет. Пост не соблюдали, разговоров нет, следующий пост. Вот сделал по канонам. Детей, значит, не надо, да, причинить? Больных детей, больных, болящих. Ну, это другой разговор, надо, надо. Ребенок больной, надо причастить. Они как на Украине. Он Филаретове скрестил его, ребенок упал с окна, его не хотят отпевать. Вы что, папы, дурите-то? Причем тут ребенок-то двухлетний. А в интернете-то разбили какую бурю. Меня спрашивают, я говорю, я не могу вам на это отвечать. Вы же сами понимаете, ребенок-то при чем? Выпал из окна. Что, тогда вытекающий вопрос следующий. Уже вот я задумался так. И сейчас вы, вы теперь еще вопрос такой. Так, причащаться вообще почти практически никто не будет. В том числе и я. Ну, и хорошо сделаете. Когда я стал в одном месте, знаете что, я разговариваю на дому. И тогда два священника, один игумен из них, вышли к народу и стали каяться перед народом. Мы не настояно называться христианами, а мы священниками друг перед другом только надмиваемся. И начал исповедовать. Исповедовать и никого не прищищать. И только на последние недели поста прищищать начали. И сказал, какие бабки имеете, какие-то молитвы лечите. Так вот таких огромных бабки нам принесли. Тогда во дворе церковном сожгли это все. И тогда началось покаяние. Он первым делом начал говорить о покаянии. В своем, перед народом. Мы обманывали вас, мы не учили вас. Помолите за нас, чтобы Господь не убил нас на этом месте. Если вы скажете, не было, я назову людей, покажу, где это было. Они оба живые еще. Один в Дивеево служит, к слову сказать. А что Иоанн Кронштадтский-то? Мы не договорили. Как он это? Неправильно что-то делал? Про кто? Священники? Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский? Что общую исповедь? Да. Общую исповедь воскрешал у людей. Минутку только. Сейчас я прочитаю, что сказано об этом. Чуть-чуть только, минуточку. Сейчас я живо найду это. Так, минуточку. Я что же должен? У меня здесь покаяние. Сейчас я найду покаяние. Истинное православие. Так, исповедь. Слушай внимательно. Как раз по Иоанн Кронштадтского. Вот, чуть повыше возьму. Вот впереди так. Мирская жизнь заставляет и страдать, мучиться, впадать в отчаяние. Потому хочется иногда человеку пожаловаться, поплакать своими слезами, которые ни к чему не обязывают, и успокоенному идти домой. Вот почему общая исповедь так желанна многим. Она соответствует духу мира всего. Подделка тонкая, имеющая множество оправданий, в том числе и объективных, но тем не менее подменяющая таинство и церковное устроение души, чем-то внешне очень привлекательной, но исполненной мирской стихией. Общая исповедь внедряется в церковную жизнь, ломая устав и опыт благочестия, отрекаясь от церковного предания, повреждая самое существо таинства. Часто можно слышать от церковных людей ссылку на опыт протоиерея Иоанна Сергиева-Кронштадтского, проводившего общую исповедь. Неужели он мог служить делу обмерщения и сознательно противопоставлял себя преданию церкви? Тире. Это было его личным дерзновением, за которое он ответствует перед Господом. Но нам он не заповедал, не только не заповедал следовать его примеру, а напротив, оставил в качестве руководства явное указание следовать уставу и совершать личную тайную исповедь. Дальше кавычки открыты. Исповедовать в грехах надо чаще для того, чтобы поражать, бичевать грехи открытием и признанием их, и чтобы больше чувствовать к ним омерзение. Надо на исповеди безутайки все свои срамные дела открыть духовнику, хотя и больно, и стыдно, позорно и унизительно. Священник – врач духовный. Покажи ему раны, не стыдясь, искренне, откровенно, с сыновной доверчивостью. Кавычки закрыты, другие открываются. Умершие люди, если видят, что дела совершенные именно земле, вызывают хотя бы невольный соблазн, на небе скорбят. И душа протеерея Иоанна Кронштадтского не может не скорбеть на небе, видя соблазн общей исповеди, которую он подал. Кто говорит? Митрополит Серафим Чищагов, ныне канонизированный. Надо помнить эти слова всем, ссылающимся на протеерея Иоанна Сергиева, в оправдание общей исповеди, ставя свое церковное беззаконие в связь с великим пастырем, а не увеличивать его скорбь. Откуда взято? Настольная книга священнослужителей Московской Патриархии, Москва, том 8, страница 473-477. А эплику можно? Я это все согласен, все полностью. Смотрите, можно, да? Как я вижу эту цитату. Вы видите прямо, ну как старообрядец. Они всегда все прямо видят. Не лукавый Никаньянин. Да. Я тоже не лукавый. Старообрядец это кто? Это Сергий Радонский старообрядец. Вы на кого руку поднимаете? На ней? Нет, подожди, а вы что на него руку подняли, когда сказали? Я показал, что не соответствует канонам. Он поднял руку-то на что, на канон? Я, Сергей Радонский, каждый день молюсь ему. Вы меня не упрекнете, что я не признаю. Каждый день Марии Египетской молюсь. Каждый день. Просто вы то говорите неправильно на канон, то говорите, я молюсь. Ну не надо так, что вы как ребенок маленький? У него это неправильное дело. Ну и что? Суворов сделал три ошибки. Я признаю ошибки, а одновременно признаю генералиссимусом. Не меняю вас судить. Я просто насчет вот этого вычитывания Чикагова. Смотрите. Вот у меня нет общей исповеди. Я всех, я могу до вечера стоять и понимать каждого. И я вам уже сказал, как я понимаю. Но люди, когда они уже покаялись, а покаяние это мы верим. Вы верите в то, что покаяние грехи смывает или нет? На бумаге верю, а в действительности нет. Потому что повторяют и тут же иду делают. Не с кем-то иду, а с Амросием Юрасовым. Поехали исповедовать. Я говорю, скажи, ты исповедуешь? Да. А он говорит, не меняется ни грамма, нисколько. Люди не меняются. Я говорю, ты как бочки куриные пометки. Если не меняется, значит не кается. Если не меняется, не кается. Я говорю, а много таких? Да, 90 с лишним процентов. Пустую, что вы делаете? Идите, благовествуйте, чтобы люди обратились. Люди очищены через слово мое, Господь говорит. А вы слово-то убрали, если с грязью возитесь. Я пойду, пойду благоествовать. Пока силы нет. Еще раз повторю вам. Мы не такие сильные. Днем ее будет меньше, а не больше. Не лукавь поп. Будет больше. Будет больше. Я бы вам не звонил. Будет больше. Вы знаете вашу поездку от Владивостока до Лиссабона? Я не прослеживал ее, но я слышал. Скандинавия, Прибалтия, Хуй-Север, 650 городов. И однако не было нигде ни в одном месте, чтобы люди воспротивились. Самое противление, где попы. Они как бешеные кидаются. Я к вам приеду. День будет побольше. Если разрешат, тогда приедете. Без разрешения нельзя. Какого разрешения? Ну, разрешения. Вы сейчас меня познакомились, я вам разрешение должен дать. А-а-а. Если вы думаете, там будет надо, чтобы вас обиходить, мы за вас отвечаем, если приняли. Давайте я вам свой пророческий взгляд покажу. Я думаю, что вы мне разрешите. Я сейчас повторю, заметьте, я нахожусь в Сан-Франциско. И в это время архиепископ Антоний, там Петр Перекрестов, священник, и меня зовут туда, где мощи Иоанна Шанхайского, канонизированного. Ну, скажите, вот этих людей вы знаете и перечисляет. Говорит, они подали заявление к нам из патриархии в зарубежную церковь. Я говорю, я не знаю, я слышал только о них, но брат мой знает. Ну, как их проверить? Они меня спрашивают. Мы принимаем, говорит, и уже не рады ничему. Что они делают тут? Я говорю, я знаю одно средство. Всех направляйте к нам в Потеряевку на три месяца. Через три месяца полная характеристика будет. Они что вместе с нами вставали, молились, в храме были, работали. Через три дня уже будет видно, кто они. Что-то опять замерло. Вы поняли меня, что я сказал? Нормально, нормально. То есть конкретно на работе. Каждый день будем работать вместе. Да, пожалуйста. Я вообще не против. Знаете, я на что готов? Я вам сейчас скажу. Вообще, я всегда всем говорю так. Привожу апостола Павла. Хочу разрешиться от этого тела смерти и быть со Христом. Поэтому мне ничего не... Мы будем говорить, когда будем, только тогда. Это день смерти. Когда тело остается на земле. По смерти говорить. О чем? О том, что мы всегда должны в таком состоянии жить. Да. Что нам это жить. Да. А поэтому мне... Меня ничем там не удивительно, что там работать, не работать. Вот. И поэтому я так говорю. И эта сила прибавляется с... Это... Год... Из года в год. А сейчас у меня пока нету силы. Я попробовал себя. Зашел в эту рулетку. Ни слова не мог сказать. Но нет у меня пока такой силы. И так же у многих священников. Может, многие хотят вот этого. Но нету у нас. Но нету. Потому что мы не читаем Евангелие. Не молимся как следует. Все. Да, мы лентяи. Но это не дает права говорить, что наша церковь не истинная. Понимаете? Никто не говорит. Что вы плетете? Я здесь слов даже никогда не говорил. Уже не знаете, чем это подкусываете на пустом месте. Патриарха молитесь за патриарха. Знаю. Каждый день молимся. Произносим слух его имя. Что еще нужно? Ботинки целовать ему или что? Нужно. Не... Ну, как мне... Я хочу... Слушай. У меня книги написаны. Я разбираю патриарх. Тогда был патриарх Алексей Второй. Перебивайте. Ему задают вопросы. Он отвечает. Дальше. Митрополит. Тогда был Смоленский, Калининградский. Который сейчас патриарх. Кирилл. Ему задают вопросы. Он отвечает. Юрасов. Амроси. Максим Козлов. Да, да, да. Вы знаете, что на Ленинских горах он там служит. Патриарх, архиепископ. Митрополит Старобрядчик Адриан. Я все это помещаю в книге. Все отвечают примерно не больше 10% правильно. Остальные неправильно. Все одинаковы. На 6 вопросов правильно. Остальные я тоже помещаю вопрос. Что он ответил. И дальше говорю, как надо было ответить. В 4 правильности в чем состоит? Выкритые правильности. Вопреки Слово Божие. Это первое. Вопреки Канона подмещают. И дальше видно, дрожит стоит. Хорошо. Я отвечаю. Ваш Бог и наш Бог. Что мусульман у нас один и тот же Бог? Мусульманский Аллах и наши Еговы одно и то же? Нет. Ни одно и то же. А как же патриарх стоит среди них и говорит? Это миссионерство называется. Вы тоже этим занимаетесь? Вы когда мусульманами говорите? Он среди мусульман. У них там стоит и говорит. Патриарх. Я слушал много роликов, когда вы с мусульманами разговаривали. И вы тоже открыто не говорите, что это другой Бог, это дьявол. Вы не говорите же так? Мне нужен человек, чтобы услышал. Не ушел, пока я говорю. Вот так же и патриарху нужно. А он на миллион, на миллиард людей вещает. Что он будет вот так вот открыто все говорить? В прошлом году у нас мусульманин крестился по Теряевке. Вы что хотите, чтобы патриарх все открыто говорил? Вы что? Вы сами не говорите открыто. Он язык-то тянул. Не надо, пропустил это. Зачем говорить? А люди-то все видят. Он не говорил так. Я не слышал. Сначала, ну вообще, артист поп. Не говорил. Он язык говорил, а он не знал, что язык говорит. Я артист хороший. Ну, это не дает вам права на весь мир. Ну, может, если вы возомнили о себе вот это, что прочитали, конечно, дает. Вы очень много делаете хорошего. Это вообще, такого человека нету просто здесь на земле. Но, ну да, святые не без греха все. Я думаю, что это у вас будет до конца. Слава Богу, слава Богу. Мне просто хочется еще один момент. 413 правил, какие мы не соблюдаем. Можете мне скинуть в скайп? Зачем вам это нужно? Вы сами... Берите правила, считайте и считайте с Евангелием, сравнивайте. А я по каждому собору показал, какое правило. Все показано. И не где-то в монастыре. Где-где? В Жорданвильском монастыре, близ Нью-Йорка. Нет. В письменном виде есть где-нибудь? Я могу по правилам тоже пройтись и тоже вам что-то сказать. Если хотите, конечно. Если не боитесь. В церкви должна быть торговля, это знаете? В церкви не должно быть торговли. А в каждом храме торговля. Два-три киоска стоит. И дом торговли Господь назвал. А потом назвал вертеп разбойников. Что, не по ушам? Торговли нету. Ну, я про то сказал. Деньги ходят, собирают. У нас не собирают. Святая Десятина все покрывает. Вы работаете в своем маленьком селе. А мы работаем в городе, где мы друг друга не знаем. Я серьезно. Я вам говорю, 120 тысяч километров прошли. 650 городов. Выступления какие. Сколько люди оттуда пишут? А я в своем маленьком берке. Это миссионерская поездка. У меня в интернете, в интернете только 33 миллиона просмотров. Слушайте, что вы смешиваете все в одну кучу? Я вам говорю, я на что намекаю? Что мы работаем с людьми, которые могут прийти, могут не прийти, могут уйти, могут не уйти. Но и их мы должны призывать. Что мы их должны гнать палкой что ли? Вы что говорите-то? И тут интересно. Отчет. Где любовь тогда к этим людям? Слушайте, в Барнауле. 506 венчаней. И спрашивает архиерей, а кто развелся? Он говорит, а кто их знает? А мне плевать на Барнаул. Я про себя говорю. Я про себя говорю, что я не буду гнать этих людей. Хоть что вы здесь скажете со своими правилами. Не гнать, а чтобы они знали, что это церковь, это чистое место. Я им говорю, чтобы они знали. Знаете, как я обличаю? Хорошо, люди, которые у вас не постятся, вы их причащаете? Причащаю я людей. Я больше вам скажу. Я больше вам скажу. Я больше детей, люди, которые к вам приходят не один год. Люди, люди, люди. Но я еще могу вам много сказать, вы вообще выключите меня. 60-е апостольское правило непостящихся отпущает на два года. А вы причащаете их. Ну что, вы против кого воюете? Думайтесь. Экономию придумали, акривию, глупости. Хорошо, если я... Семинария нужна, чтобы оправдать любое без... Все-то повернуло. Все, нормально, нормально. Это мне позвонили просто. Я сказал. Ну вот этот звонок аж мешает. Все, смотрите. Так, говорите. Ага, ага. 62-е, говорите правило, да? Если сейчас я начну от... Всех от... Отлучать от церкви на два года... Ни одного не останется! Услышали? С молоду сдохнешь, поп лукавый. Мне вообще без разницы деньги. Я вообще о деньгах не говорю. Кто заговорит о деньгах, я говорю... По-хорошему разойдемся без матерков. А я не матерюсь. Не надо меня... Диспут не удался. Переходим сразу к оскорблениям. Я не матерюсь, и я вас не оскорблял. Я говорю, ни одного не останется. Вы что? Закройте, я давно говорю. Повесьте армарный замок. Начинайте во дворе учить. И тогда по одному запускайте. А вот это уже не Божье дело. Я вам говорю тоже как пророк. Вы не начинали делать, и уже флаг белый выбросили. Я всегда говорю, у лидера должно быть шесть качеств. Вы знаете, какие? Какие? Нет. Я хочу очень узнать. Слушай, первое качество. Не торопись. Воображение. Если ты приступил к чему-то... Стойте, я запишу, запишу, запишу. Это большая работа была проведена военными комитетами во время войны. Почему, когда убьют полковника, а на его место не подполковника сразу же ведет в атаку, а какой-то там лейтенантишка. Почему? А вот почему. Дальше. Первое качество лидера. Лидер это хозяин в семье, лидер это священник, лидер государства, мэр города. Все это лидеры. Предприниматель большой, лидер. Первое, воображение. Мы решили строить деревню. Мы должны сразу знать, что нужно делать. Получить регистрацию в краевом отделе юстиции. В земельном комитете, чтобы отмерили землю. Дальше. Написали устав, чтобы зарегистрировать. Устав. Строить храм. Где брать что? Дома строить. Где брать? Какую скотину? Какая земля? Где колодцы копать? Это воображение. Еще ничего не делаем мы. Второе. Знание. У меня знание должно быть по сельскому хозяйству, по строительству, по духовным вопросам, по общению с властями. Как у Амбросия Меделандского. Когда он умер, говорит, шесть епископов едва могли проворачивать дело, которым он один занимался. Третье. Умение. Я знаю, но один, говорит, я все знаю, три университета, а делать ничего не умею. У нас один такой, почти. Так, четвертое качество. Решимость. Решительность. Серафима Саровского спросили, вот почему ты вот смог, а мы нет? Он говорит, решительности не хватает. Пятое качество. Самое неприемлемое. Беспощадность. Беспощадность к разгильдяйству, к недержанию слова. Вот, с таким, один Марк отстал однажды, и Павел уже не взял его, а взял силу с собой. Беспощадность. А Варнава пошел, взял, он у него племянник был, Марк, геморгерист. Беспощадность. И шестое качество, самое, самое, самое трудное. Привлекательность. Привлекательность. У нас есть люди, которые пять качеств имеют, отличные такие. Шестого качества нету. То есть, тебя там нету, ты выехал куда-то, но ты все время в эпицентре событий. Да бываете ли что-то, землю ли копаете, колодец ли, позьба, или с людьми, они все время будут смотреть, как ты делал. Это привлекательность. Они видят тобой руководить Дух Святой. Привлекательность. Шестое качество. Хорошо, все, я понял. Это очень мне, очень нужные вещи. Потому что я чувствую, что... Великая Отечественная война прошла. Это американские исследователи нашли. Я один раз, два прочитал, написал стихотворение на это. У меня эти качества с детства были. Хорошо, я... Это мне не хватало, вот этих вещей. Ну ладно. Теперь смотрите. Последний вопрос, и я поеду. У меня жена ждет меня тоже. Жена, не бойся, еще подкаблучник что ли? Нет, она... В больницу ее надо везти. Подкаблучник это не мое. Вот смотрите. Один сидит там на берегу, а другой в лодке сидит и курит трубку. А по берегу идет жена и веревкой лодку тащит против течения. Он говорит, далеко ли друг поехал? Он говорит, да жену в роддом везу. Он в лодке, а жена веревкой тянет, как бурлаки на Волге. Жену, говорит, в роддом везу. Кстати, смотрите, вот по... Я вам еще копну чуть-чуть. Вот вы сейчас сказали, подкаблучник, у вас сразу мысль в плохую сторону. Да нет, я посмеялся, просто вы понимаете. А может быть мысль сразу в хорошую у православных людей какая? Что я любовь хочу проявить к жене. Да что это и любовь-то? Ну когда разговариваем, что уж этим трястись уж? Ладно, все, хорошо. Афишируйте. Хорошо, все, все. Смотрите, последний вопрос. Я послушал это. Вы говорите о земном шаре. Я проверил. Третья книга езды, 11.34. Там говорится синодальный перевод. Там говорится о земле. На земле. И все. Шаре там нет. На земном шаре, шар в слове стоит. Там нету, откройте синодальный перевод. Нету там шара. На земном шаре. Дана власть говорит, на всем земном шаре. Че вы? Ну открой, посмотри Библию-то. У что-то, че лукавить? Я смотрел, смотрел, смотрел. В Патриархии смотрел. Я не знаю. Ну, написано. А это право куда уходит? Это Екат, да? Это Екат, да. Это право куда уходит? Это Екат, Екат. Напишу, напишу. Да. На Пермь куда? Туда? На Пермь? Тоже туда. Тоже туда. Тоже туда, туда, туда. Точно я ему говорю. Здесь спросили, я же в машине. Ну-ка, проситируйте. Что там написано? Вы ездили. Так сейчас нету у меня. Я в Патриархию зашел по сайт, Патриархию. Там синодальный перевод. И вот это посмотрел. Просто на земле. Вот прочитать. Давайте, сейчас я открываю. Открываю, прочитаю. Не отходите. Давайте, Патриархия. Минутку, не надо. Третья книга Ездры, 11 глава, 34 стих. Слушайте внимательно. Так. Это 32 стих. Эта голова устрашила всю землю и владыщество над обитателями земли с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре более всех крыльев, которые были. Что непонятно? Это какой стих? 32 стих. А, я 2004 смотрел. Ладно, я посмотрю. Нет, нет. Хорошо. Написано, на земном шаре. Тут ничего нельзя уже сказать. Все. Все, ладно. Ладно. Все, давайте. А то я уже сейчас опоздаю ее везти. Что еще хотели? Что еще хотели? Спасибо. Зачем забегать? Не знает человек, завтра вышибет. Завтра меня не будет. Я буду в деревне, у меня связи не будет. Я должен... Ну вот, когда мне приспичат, тогда я все это скажу. Я не знаю. Я вам сразу маршрутку скину. Ну, маршрутка это к тому, что я оттуда не смогу. По телефону... Ну, в ближайшее время не смогу. В ближайший год даже, может, не смогу приехать. А вы приезжайте не одни. Призывайте другое. Священник какого-то возьмите, диакона. Ладно, давайте сейчас не будем насчет этого. Это все. Не один. К нам приехать. На воде вилами писано еще. Главное, что я хотел, сказал и узнал. Спасибо, Господи. Слава Христу. До свидания. До свидания. Помолитесь за меня. Помоги, Господи. Помолитесь за меня. Спасибо, Христос. У нас этот приезжает завтра.